Здание, где располагается 40-й лицея при Улгу, давно требовало ремонта. Его построили больше полувека назад, и за всё это время стены учреждения видели только косметический ремонт. Обновить здание полностью помогла президентская программа по капитальному ремонту школ. Сейчас на объекте работают 50 человек. Губернатору Алексею Русских показали, как идёт демонтаж. Сейчас строители разбирают старый паркет и дверные проёмы. Мы делаем отсыпку кирамзитом, и дальше отливаем смесью. И в зависимости от помещения, и наливной полк под линолеум кабинетов, и здесь кирамограммы. У нас сколько здесь ребят учатся? 918, очень большая школа. Подрядчикам предстоит утеплить здание, обновить фасад, заменить коммуникации, отремонтировать классы, актовый зал, спортзал, столовую и санузлы. Также будет закуплено новое оборудование. Ну, то есть мы задачу ставим к 1 августа, закончить и дать, и 1 сентября уже сюда пойдём. В течение месяца получить необходимый документ? Понятно. Согласоваемся. Ну, Александр Егорович, следите за графиком, чтобы отставания не было. То есть, в прогрессе, скажем, в субботу здесь встречаемся, рабочий момент отсюда. До конца учебного года лицеисты временно учатся в соседней школе номер 6 на Льва Толстого. Обучение идёт в две смены. В первую учатся первые, пятые, девятые и одиннадцатые классы. В целом, в этом году по федеральной программе обновят семь школ. В областном центре, кроме 40-го лицея, это гимназия номер один и кадетская школа номер семь. В других районах области – сельские школы Барышского, Маинского, Николаевского и Павловского районов. Также в этом году начнутся работы в гимназии номер два города Ульяновска и двух школах Индинского и Целенинского районов. Срок завершения по этим трем объектам – 2025 год.